именно на эту специальность. Какое-то время мне довелось работать в сельской больнице, и с декабря 2020 года я работаю в клинике ИПМ, откуда сейчас веду свой вебинар, а также веду прием детского населения в клинике ИПМ для детей. Сегодня в ходе своего вебинара я хотела бы рассказать и поделиться с вами, уважаемые слушатели, советами, как же сохранить зрение, несмотря на возраст. Вначале мы поговорим с вами о мифах в офтальмологии, какие мифы существуют, какие существуют заблуждения. Разберемся, наконец, портят ли очки наши глаза и вредят ли современные гаджеты нашим глазам. И также хочу рассказать вам о тех возрастных заболеваниях, с которыми чаще всего приходится сталкиваться врачам-офтальмологам. Их четыре. И самое интересное ждет тех, кто останется со мной до конца. Вы не только сможете получить ответы на свои вопросы, которые можно будет задавать по ходу вебинара в чате, но и сможете поучаствовать в онлайн-диагностике зрения. Она будет в самом конце. Я поделюсь с вами теми тестами для зрения, которые можно провести в домашних условиях, не только себе, но и своим близким. Итак, три мифа в офтальмологии. Первый миф. Звучит он так. Постоянное ношение очков вызывает привыкание, и зрение продолжает снижаться. Так вот, на самом деле никакого привыкания очки не вызывают. Очки служат для того, чтобы обеспечивать нам комфортное зрение, если у нас имеется какое-то расстройство и нарушение зрения. Очки – это, конечно, не панацея, они не избавят вас от самого заболевания, но они существенно улучшат качество вашей жизни. Навредить могут только неправильно подобранные очки. Если очки подобраны неверно, то вы не только лишаете себя возможности ясно и четко видеть, но и в случае недокоррекции зрение ваше может ухудшиться. Плюс появятся какие-то дополнительные жалобы в виде головной боли, в виде боли в глазах и каких-то других жалоб. Никогда не занимайтесь самоподбором очков, это самый худший вариант. Также в оптику, когда вы приходите в оптику, в оптике подбором занимается средний медицинский персонал. Средний медицинский персонал не занимается диагностикой зрения, то есть они не смогут установить причину, именно ту причину, по которой произошло снижение зрения. Всегда за подбором очков или линз обращайтесь к врачам-офтальмологам. Казалось бы, да, это такая банальная процедура, но для того, чтобы правильно подобрать очки, нужно провести ряд обследований, таких как проверка остроты зрения, измерение преломляющей силы глаза. Возможно, когда-то придется использовать еще дополнительные методы обследования, которые вы сможете провести только в кабинете у врача-офтальмолога. Следующий миф, миф номер два, звучит таким образом. Современные гаджеты, смартфоны, телефоны портят зрение быстрее, чем книги, чем чтение книг. Зрительная, вообще любая зрительная работа на близком расстоянии, будь то это чтение книг или просмотр фильма на телефоне, такая зрительная работа должна быть ограничена. Так вот, экранное время для взрослого человека, раз уж мы сегодня говорим о возрастных заболеваниях, должно быть ограничено 45 минутами. Физиологами совместно с офтальмологами проводились различные клинические исследования и установлено, что свыше 45 минут работы вблизи происходит увеличение утомляемости глаз. И необходимо переводить свою зрительную систему на работу вдаль, для того, чтобы ее разгрузить и не довести до состояния спазма. Это в первую очередь значимо для людей с уже существующими нарушениями зрения, такими как близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Вижу, что активничаете в комментариях, задаете свои вопросы. Очень хорошо. Третий миф. Многие считают, что с возрастом зрение улучшается, или с возрастом зрение переходит с минуса на плюс. То есть приходится слышать вот такие убеждения людей. Так вот, с возрастом в наших глазах происходят определенные изменения, ход и развитие которых, ну, скажем так, неизбежны, необратимы. Рано или поздно каждый из нас столкнется с тем или иным возрастным заболеванием, о которых речь пойдет дальше. Если у вас имеется, например, близорукость, и вы там с 15 или с 20 лет пользуетесь очками для дали, ну, например, на минус 5, то и в 40, и в 50, и в 60 лет вы будете продолжать пользоваться такими очками. Возможно, для работы вблизи вам потребуются очки слабее, но тем не менее, никакой минус, ни на какой плюс не переходит. Если же у вас всегда было стопроцентное зрение, то к 40 годам вам с большей долей вероятности придется использовать очки для работы вблизи. То есть это убеждение просто нелогично. В первом случае с безорукостью минус никуда не делся, а приходится еще дополнительно пользоваться очками вблизи. А в случае со стопроцентным зрением, казалось бы, да, куда еще лучше 100%. Человеку тоже приходится после 40 обзаводиться очками для работы вблизи. Теперь перейдем к тем возрастным заболеваниям, которые ждут нас после 40 лет. Итак, первое заболевание называется мопрессбиопия или возрастная дальнозоркость. Человек, достигнув возраста 40-45 лет, начинает замечать, что вблизи текст начинает расплываться. И для того, чтобы увидеть его четче, нужно какое-то время для того, чтобы сфокусироваться, либо отодвинуть текст подальше. Что же к этому времени происходит в глазах у такого человека? Буду сейчас демонстрировать вам вот такие картинки. Надеюсь, будет всем хорошо видно. Как-то каким-то таким образом. К возрасту 40 лет у человека вырастает хрусталь. У нас внутри глаза находится такая двояково-выпуклая линза, которая помогает нашему глазу хорошо видеть вблизи и вдали. Так вот, в глазу человека 20-30 лет хрусталик выглядит вот таким плоским. То есть для того, чтобы посмотреть хорошо вблизи, рассмотреть какой-то объект или текст мышцы, которая заставляет хрусталик становиться более выпуклым, таким как здесь, она помогает ему увеличиться в размере. И человек 20-30 лет, ну пусть даже 10, ребенок, он видит вблизи хорошо. К 40 годам хрусталик человека становится вот таким большим. То есть он в течение нашей жизни растет. Для кого-то, возможно, это станет сегодня открытием. Но, тем не менее, наш хрусталик в течение жизни растет, вместе с нами стареет. И к 40 годам он становится вот таким вот кругленьким, пухленьким и ленивым. Он менее эластичный и уже работать не может таким образом, чтобы помочь нашему глазу видеть хорошо вблизи. И для того, чтобы глаз начал видеть хорошо, как прежде, необходима коррекция. На сегодняшний день существует несколько методов коррекции. Это очки всем известные, это линзы. И в некоторых случаях можно хирургически заменить относительно молодой и прозрачный хрусталик на искусственную линзу. Этим занимаются хирурги. Второе заболевание, о котором я расскажу, это катаракта. Вообще, как мы видим, лучи света, отраженные от предметов окружающих нас, проходят через оптические среды глаза, преломляются в роговицы, в хрусталики, с которыми я уже вас познакомила. Далее попадают на сетчатку в виде импульса по зрительному нерву, передается в головной мозг. Зрительный нерв – это такой мостик между глазом и головным мозгом. И таким образом мы получаем изображение окружающего нас. Так вот, если на пути лучей света встречается мутный хрусталик, сейчас будет следующая картинка, надеюсь, вам всем видно, вот в норме хрусталик, вот на этой картинке в норме хрусталик прозрачный, если на пути лучей света встречается вот такой серенький, помутневший хрусталик, то эти лучи, попросту говоря, не проходят через него, и человек совсем ничего не видит, либо вот таким образом рассеиваются, И картинка получается нечеткая. Чаще всего люди с катарактой жалуются на то, что видят объекты как будто размытыми, как будто через пелену, через запотевшее стекло. То есть мутный хрусталик – это и есть катаракта. Это возрастное заболевание, как и пресс-биопия, неизбежно. То есть рано или поздно катаракта возникнет у нас у всех. Хорошая новость в том, что катаракта сейчас лечится. Также операция по удалению катаракты занимает 15-20 минут. И сразу с операционного стола человек может встать и пойти домой. Но хирургическое удаление катаракты проводится не во всех случаях. К этому есть определенные показания. Катаракта может взреть 10, 15 и 20 лет. И все это время нужно периодически посещать врача-офтальмолога. В нашей клинике разработана специальная программа диспансерного наблюдения за пациентами не только с катарактой, но и с другими заболеваниями, о которых я сегодня еще буду говорить. Если ваша катаракта находится на начальной стадии, вы пришли и обнаружили на приеме у врача-офтальмолога, то за ней нужно просто наблюдать. То есть такая катаракта операции не подлежит. И один раз в год нужно приходить и отслеживать ее развитие. Если же у вас есть какие-то хронические заболевания, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, то рекомендовано два раза в год посещать врача-офтальмолога, для того, чтобы он вовремя смог вас направить на операцию. Третье заболевание, о котором мы поговорим, это глаукома. В чем суть заболевания глаукома? В наших глазах постоянно вырабатывается внутриглазная жидкость. Внутриглазная жидкость необходима для того, чтобы питать внутренние структуры глаза, чтобы питать нашу сетчатку. Она образуется ежедневно, ежегодно, то есть до конца наших дней. У внутриглазной жидкости есть специальные пути оттока, с помощью которых она должна выводиться из глаза. В том случае, если эти пути оттока закрыты, внутриглазная жидкость скапливается внутри глаза и сдавливает те структуры глаза, оболочки глаза, которые со временем от этого давления, от этого воздействия, вот здесь показано давление на сетчатку, на зрительный нерв. Вот здесь видно даже, что он вот так немножко сдавлен. Происходит глаукомное поражение. В первую очередь, вимнит вот именно вот этот мостик между глазом и головным мозгом, который несет информацию, который несет изображение. Вообще, прежде всего, необходимо обратить внимание на наследственность. Если у кого-то из ваших родственников, у родителей, у сестер, у братьев, у бабушек или дедушек была глаукома, то это повод насторожиться. И после 40 лет нужно ежегодно обследоваться у врача-офтальмолога и проводить такое обследование, как измерение внутриглазного давления. Чаще всего глаукома выявляется случайно при массовых осмотрах населения, так как длительное время это заболевание, человек с этим заболеванием не испытывает никаких симптомов. То есть в этом состоит товарство глаукомы. Пациенты с глаукомой должны постоянно находиться под наблюдением врача-офтальмолога. Если у вас, если вам установлен такой диагноз, то каждые 3 месяца необходимо приходить к офтальмологу, измерять внутриглазное давление, проводить измерение полей зрения, проводить осмотр глазного дна. Еще раз повторю, что в нашей клинике есть программа диспансерного наблюдения, в том числе и за глаукомными больными. В рамках этой программы мы можем провести все необходимые вам исследования. Расскажу такой случай из своей практики. Работая в сельской местности, ко мне обратилась пациентка, возрастная пациентка, от 50 до 60 лет. Обратилась она в осенний период. Все знают, что осенью мы все убираем урожай. За 2 недели до того, как она обратилась, почувствовала следующие жалобы. Именно при физической работе на огороде, при работе в наклон, она почувствовала, что один глаз у нее начал как будто бы хуже видеть, немножко размыто. Затем он начал краснеть, начала болеть голова в одной половине, то есть с той стороны, больше с той стороны, где заболел глаз. При обследовании у нее был выявлен острый приступ глаукомы. Пациентке потребовалось оказать неотложную помощь. Затем она была направлена в специализированное отделение глазное на операцию. И процент сохранности зрения в этом глазу составил всего лишь 10%. То есть всего лишь 10% такой функционал глаза, ну он как бы для жизни не особо благоприятен. Поэтому необходимо вовремя обращаться, даже если вы почувствовали какие-то такие незначительные жалобы, на них стоит и следует обращать внимание. Четвертое заболевание, о котором я вам расскажу, это возрастная макулярная дегенерация. Такое сложное название, но попробую попроще объяснить. Это такая возрастная дистрофия сетчатки, поражающая ее центральную часть, которая обеспечивает нам как раз таки четкое зрение. Это тоже одно из возрастных заболеваний. У нас сетчатки есть, может быть сейчас кто-то вспомнит, да, школьные уроки биологии. У нас сетчатки есть палочки и колбочки. Это такие специальные фоторецепторы, с помощью которых мы с помощью колбочек различаем цвета. Колбочки обеспечивают нам островку зрения, четкое зрение, а палочки, да, вот здесь фоторецепторы, а палочки обеспечивают нам зрение в темноте, ориентацию в темноте. Так вот, с возрастом под вот эти фоторецепторы могут откладываться патологические вещества в виде белков. То есть вот здесь вариант не нормы, здесь произошла вот эта самая авария. Также здесь могут образовываться новые сосуды, которые очень ломкие, очень ранимые, они могут лопаться, могут происходить в этом месте кровоизлияние, кровоток здесь нарушается, кровообращение фоторецепторы погибают, изображение окружающего нас воспринимается искаженно, как бы с помехами. Пациенты с таким заболеванием чаще жалуются на то, что видят предметы как будто в кривом зеркале, прямые линии становятся неровными, зеркзагообразными. Для того, чтобы увидеть эти изменения на глазном дне, врач-офтальмолог с помощью специального прибора заглянет в глаз и даже на самой ранней стадии сможет это заболевание распознать. То есть выглядит на глазном дне, это все выглядит именно так. Вот здесь есть центральная зона сетчатки, именно вот в этом месте, вот такой белый очаг, произошло, возникло данное заболевание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так, видим ваши комментарии, что звук либо пропал, либо стало хуже слышно. Сейчас как слышно? Напишите, пожалуйста. Так, сейчас все слышно, да? Хорошо. Все, теперь все хорошо слышат, отлично. Ну что ж, теперь перейдем, перейду к советам, которые я хочу вам, с которыми я хочу поделиться. Совет первый. Следите за своими хроническими заболеваниями, контролируйте уровень артериального давления, следите за уровнем сахара крови, следите за своим весом, так как хронические заболевания, хронические соматические заболевания не только осложняют течение заболеваний глаз, но и непосредственно напрямую к ним приводят. Например, при катаракте, например, при сахарном диабете катаракта развивается намного быстрее. В сравнении с узкопрофильными клиниками, в нашей клинике используется комплексный подход к лечению пациентов. Очень тесно офтальмолог взаимодействует и работает с неврологом. Так, теперь зависает. Слышно, но зависает. Очень тесно офтальмологи работают с неврологом, эндокринологом, лор-врачом, терапевтом. В том случае, если на приеме у вас выявлены какие-то сопутствующие заболевания, офтальмолог может вас направить на консультацию к смежным специалистам и за короткий период, в течение 2-3 дней, вы сможете дополнительно пройти обследование и нужных врачей, и более продуктивно заняться лечением. Так, кто-то пишет, да, что зависает. Видимо, изображение исчезает. Ну, возможно, да, это помехи именно у вас, потому что другие меня слышат. Итак, совет номер 2. Проводите профилактические осмотры. Даже если вы чувствуете себя вполне здоровым человеком, после 40 лет ежегодно уделяйте время для обследования своего организма. В нашей клинике разработаны программы профилактических осмотров, в том числе и для зрения. Называется такая программа «Видеть больше». За один визит мы проведем вам полную диагностику зрения. Все знают, что лучшее лечение – это профилактика. Совет третий. Пользуйтесь солнцезащитными очками, так как ультрафиолетовое излучение может привести к серьезным заболеваниям глаз, таким как дистрофия сетчатки, о которой мы сегодня уже говорили, к меланоме сетчатки, даже к катаракте. Здесь, скорее всего, вам помогут оптометристы. В оптике у них есть специальные приборы, которые измеряют степень защиты очков от ультрафиолетового излучения. Совет четвертый. Не менее двух часов проводите на свежем воздухе. Обогащенная кислородом кровь обеспечивает важнейшие обменные процессы во всем организме, в том числе и в глазах. Вообще это очень полезно для детей, для растущего, для развивающегося организма. Рано или поздно любой ребенок становится взрослым, ему необходимо правильно развиваться. Научно доказано, что пребывание на свежем воздухе не менее двух часов снижает риск развития и прогрессирования близорукости. Спрашивают, платный прием? Ну да, конечно, платный. По полису ОМС в любом случае консультация платная. Такое отступление. На вопросы все-таки постараюсь ответить ваши в конце. Совет пятый. Уделяйте сну не менее 7-8 часов. В Сибирной организации здравоохранения рекомендовано именно такое время. Во время сна весь наш организм отдыхает, в том числе и наши глаза, так как наши глаза в течение дня работают больше всего. Советы для офисных работников. Занимайтесь физической активностью. Здесь речь сейчас идет не о беге, а тяжелой атлетике. Если вы приходите на работу и в течение 8 часов, ну, например, 8 часов вам приходится занимать вынужденное положение за столом, то вам следует хотя бы пару раз в первой и во второй половине рабочего дня выполнять, вставать и выполнять несколько элементарных упражнений. Например, выполняйте наклоны головы вправо-влево, вперед-назад, наклоны корпуса. Затем можно сделать в небольшой амплитуде круговые движения головой, выполняя несколько таких упражнений. Упражнение займет у вас всего 1-2 минуты, зато какая польза для вашего организма. Совет седьмой. Делайте гимнастику для глаз. Возможно, взрослые относятся к этому моменту скептически, и очень зря. Упражнение для глаз – это хороший профилактический инструмент для разгрузки нашей зрительной системы. Если взять за привычку ежедневно выполнять несколько упражнений для глаз, сейчас я расскажу, какие упражнения можно выполнять, то уже через неделю вы почувствуете, что справляться со зрительной работой стало намного легче. После работы ваши глаза не такие уставшие, возможно, уйдет покраснение, ощущение сухости, ощущение песка в глазах. Так, какая существует гимнастика? Существует гимнастика стрелки. Здесь можно использовать обычную ручку, либо карандаш. То есть в воздухе вы рисуете себе в вертикальной или горизонтальной плоскости, например, восьмерку, и следите, головой не двигаем, только за кончиком ручки. Либо какие-то геометрические фигуры. В течение 1-2-3 минут выполняем такую гимнастику. Следующая гимнастика называется метка на стекле. Она хороша как для детей, так и для взрослых. Как она выполняется? Если у вас есть в рабочем кабинете окно, вы можете встать напротив окна. Ну, если его все-таки нет, то как бы здесь работа на... Можно выполнять это упражнение, насколько вам позволяет ваш рабочий кабинет. Также в качестве объекта для близкого расстояния можно выбрать ручку или карандаш, либо свой большой палец. Можно тренировать как отдельно правый, так и левый глаз. Можно выполнять гимнастику двумя глазами. То есть вы поднимаете ручку напротив своих глаз, держите, смотрите на кончик, затем 1-2 секунды, затем переводите взгляд, выбираете какой-то объект вдали, смотрите вдаль. Затем снова на ручку, на кончик ручки, и снова вдаль. И также 1-2-3 минуты вы проводите такую гимнастику. Совет 8. Соблюдайте правила 20. Сейчас расскажу, в чем оно заключается. Правила 20 или правила 20-20-20. Такое правило ввел калифорнийский специалист по коррекции зрения Джеффри Аншель, и впоследствии это правило было принято Американской ассоциацией офтальмологов. В чем оно заключается? При интенсивной зрительной работе в течение 20 минут мы отрываем свой взгляд от объекта, например, от компьютера. В течение 20 секунд смотрим вдаль, фокусируем взгляд на далеком объекте на расстоянии не менее 20 футов или 6-7 метров. Например, это может быть длина вашего кабинета. Для этого правила существует даже приложение на телефон, его можно скачать, и оно будет вам автоматически напоминать о том, что пора отвлечься. Совет 9. Совет для девушек, совет для женщин. Перед сном обязательно смывайте макияж. Частички декоративной косметики могут привести к воспалительным заболеваниям переднего отрезка, так как являются очень хорошей питательной средой для бактерий, для вирусов и для грибов. Я увидела, здесь у кого-то был вопрос о том, что постоянно беспокоят воспаленные веки, сильный зуд есть, но не только веки, и сами глаза. Возможно, стоит задуматься, Татьяне, о почаще менять декоративную косметику. Возможно, тушь, да, мы можем пользоваться и 3 месяца, и полгода одной тушью. То есть это не рекомендовано. В течение месяца пользуемся тушью или какой-то другой косметикой, и через месяц ее нужно менять. И десятый совет, совет для спортсменов, для любителей экстремального спорта, для людей, занятых на вредных производствах, соблюдайте технику безопасности, защищайте свои глаза от инородных глаз, от травм, от ушибов. Используйте защитные очки или защитные щитки. Вот такие советы. Надеюсь, они были вам полезны. Они действительно очень простые. Многие об этом во всем знают, но пренебрегают. Таким образом, следуя этим советам, вы действительно сможете сохранить свое зрение на долгие годы. Так, сейчас я, как и обещала, постараюсь ответить на ваши вопросы. Можете еще что-то задать активнее, быть активнее. И затем в конце мы проведем с вами несколько тестов для зрения, как я и говорила, как я и обещала. Так. Ну, Татьяна, постараюсь я... Думаю, что я ответила на ваш вопрос. Ну, вообще, воспалительные заболевания ВЕК могут возникать не только вследствие использования косметики, также воспалительные заболевания ВЕК могут возникать при каких-то соматических заболеваниях, в частности, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. То есть тут, опять же, используется комплексный подход как в диагностике, так и в лечении. Если вы придете ко мне на прием, то мы с вами с этой проблемой разберемся. Возможно, потребуется какая-то консультация терапевта, либо гастроэнтеролога. Здесь такой момент. Все перечисленные признаки. Плюс еще беспокоит сухость при работе за компьютером. Краснеем глаза. Так. У Ирины постоянная слезоточивость и зуд. Проявление слезоточивости может быть... То есть это проявление может быть при синдроме сухого глаза. Если есть зуд, ну тут, да, выяснять. Либо он постоянный, либо он возникает вот именно при, например, работе за компьютером, при длительной работе за компьютером. Скорее всего, ваши глаза нуждаются в дополнительном увлажнении. То есть в этом случае можно использовать специальные такие заменители слезы. Существуют препараты. Но опять же, подбор таких капель и назначения в любом случае должен проводиться индивидуально. То есть нужно прийти на прием, провести определенные исследования, проверить, в каком состоянии ваши слезные пути. Так, Наталья спрашивает, что как будто бы есть давление на глаза и есть песок в глазах. Ну, ощущение песка инородного тела как такового, да, если факта попадения инородного тела не было, в этом случае тоже может быть синдром сухого глаза. Давление на глазах. Давление на глазах ощущается не всегда при глаукоме, да, когда я говорила, что женщина, которая ко мне обратилась, моя пациентка, у нее тоже были давящие боли, но тем не менее здесь тоже нужно разбираться. Вообще, какой возраст можно указать Наталье? Наталья Песигова. Наталья Песигова, укажите, пожалуйста, свой возраст. Возможно, вспомните, да, если у кого-то из ваших родственников там в семье были какие-то глазные заболевания, опять же, глаукома, либо ранние катаракты. Здесь как бы, да, повод насторожиться. Повод насторожиться и обратиться к офтальмологу, прийти на прием и обследоваться. Так, дальше помехи были со звуком. Так. Я ответила, что прием платный, да, даже по полису ОМС. Так, Татьяна пишет, я косметикой не пользуюсь. Но здесь нужно, Татьяна, все-таки исключить заболевания желудочно-кишечного тракта. Наш глаз – это неизолированная какая-то система. У нас глаз от организма отдельно не существует. И все у нас может быть напрямую взаимосвязано. Если есть какие-то хронические очаги инфекции, то рано или поздно они могут отразиться на наших глазах. Как выбрать качественные солнцезащитные очки? Там есть специальная пометка. Вообще, все-таки таким вопросом занимаются подбором автометристы в оптике. Есть специальная пометка на очках. Ну, везде они разные. То есть степень защиты очков от ультрафиолетового излучения разная. Там такая стоит маркировка UV400. Не всегда солнцезащитные очки, то есть чем темнее стекла, тем у них защита больше. Поэтому судить не нужно о степени защиты очков. Например, для людей с глаукомой рекомендованные очки с желто-зелеными светофильтрами. Если обращаться в какую-то оптику, такую более хорошую, то у оптометристов там есть специальные приборы. Возможно, даже взять свои какие-то очки солнцезащитные, прийти и проверить, какая у них все-таки степень защиты. То есть больше они помогут вам со своей специализированной аппаратурой. Так, Светлана задает вопрос. Если появилась сухость глаз, можно ли это вылечить? Или после 45 лет это уже постоянный процесс? На самом деле, в том случае, когда мы назначаем, когда врач-офтальмолог назначает искусственные слезозаменители, то есть те капельки, которые будут увлажнять глаза в течение дня, такие капли работают именно как бы с профилактической целью. Один раз закапать такие капли и ждать эффекта длительного не стоит. То есть эти капли закапываются по мере необходимости. Можно провести такое исследование, называется исследование на количество вырабатываемой слезы. Есть такой специальный тест. Там используются специальные фильтровальные полоски. Ставятся они на веки и в течение определенного времени оценивается, сколько слезы вырабатывает ваш глаз. Вот вам нужно провести такое обследование. Кстати, в нашей клинике это возможно провести. И уже судя по тому, какое количество слезы вырабатывает ваши глаза, плюс дополнительные обследования помогут назначить определенное лечение, определенную терапию. Ну, скорее всего, придется какое-то время, длительное время, пользоваться такими каплями, а лучше даже постоянно. То есть такие капли, они не вызывают никакого привыкания. Они работают определенное в течение определенного времени, облегчают, увлажняют ваши глаза, увлажняют передний отрезок глаз. В основе там чаще всего гиалуроновая кислота содержится, которая притягивает на себя водичку, и глаза более длительное время остаются увлажненными. Так, еще раз вопрос про солнцезащитные очки. Ну, естественно, на рынке хорошие и качественные очки мы не купим. Проходили мимо, увидели стоечку там с очками солнцезащитными. Еще что нужно учитывать при подборе солнцезащитных очков, они должны закрывать не только глаза, они должны закрывать также и веки, то есть кожу вокруг глаз, для того, чтобы действительно был эффект защитный от них. Так, Татьяна, делала массаж плюс блефорогель, сейчас пользуюсь автогелем, проверяла на аллергию, аллергии нет, зуд продолжается. Так, делали массаж, хорошо, то есть в каком режиме делали массаж? Один раз в день, например, если вы сделали там 2-3 дня, один раз в день сделали массаж и ждете какого-то эффекта, то даже такой массаж век, он проводится длительно. Возможно еще сдать, сделать такой анализ на наличие клеща. Клещ, который живет, клещ Демодекс называется, живет он у нас на веках у всех, но в какие-то моменты может активизироваться и приводить именно вот к таким жалобам, которые беспокоят вас. К зуду век, к покраснению, к каким-то выделениям. Сдаются реснички, то есть берется определенное количество ресниц с одного глаза, со второго глаза и проводится микроскопическое исследование. И в таком случае назначается специфическое лечение на эрадикацию вот этого, на уничтожение, так скажем, этого клеща. Если такое обследование не проводили, то опять же, да, скажу, что у нас в клинике тоже можно сделать такое, провести такое исследование. Так, Ирина, дистрофия сетчатки лечится или только наблюдение и поддержание? Здесь, Ирина, здесь смотря на каком этапе выявлено это заболевание. Если заболевание находится на начальном этапе своего развития и зрительные функции еще сохранны, то в принципе их длительное время можно поддерживать и сохранять на определенном уровне, да, чтобы зрение лучше, скорее всего, ну и чаще всего не становится, если уже есть поражение. Потому что если говорить о той дистрофии, о которой я сегодня рассказывала, затрагивающей центральную зону сетчатки, ну и все-таки чаще люди обращаются уже поздно. Если человек поздно обратился, то вылечить данное состояние уже не получится. Там цель будет направлена на поддержание сохранившихся зрительных функций. Так, Наталья, 50 лет. Вернемся к вопросу Натальи. Что будет, Давид? Наталья, пользуйтесь, используйте вы, работа у вас связана с компьютером. Возможно, вот так и спрошу. И когда вы ощущаете вот эти жалобы давления на глаза, ощущение песка, в конце дня, в конце рабочего дня, или все-таки в начале дня, от этого зависит степень синдрома сухого глаза. И лечение немножко будет отличаться. Так, Наталья пишет, на морозе и при ветре слезятся глаза. Это нормально. Но, естественно, это наша защита глаз. То есть при сильном ветре с поверхности нашего глаза просто срывается защитная пленка, которая покрывает глаз. Ну, даже у меня слезятся глаза при сильном ветре. То есть, если брать именно этот момент, то это норма. На морозе, да, почему слезятся глаза? Слеза, которая образуется у нас слезной железой, должна куда-то оттекать. Да, оттекает она у нас по слезно-носовому каналу, который проходит у нас внутри. Вот здесь. Через нижний носовой ход отводится слеза. Так вот, на морозе слезные точки, да, то есть начало пути оттока, отхода нашей слезы может суживаться, да, то есть механически происходит сужение. И в таком случае слезе куда-то нужно одеваться, она просто перетекает через века. Ну, опять же, ну, опять же, это может быть проявлением синдрома сухого глаза, то есть рефлекторно, на раздражение слезы выделяется больше. Сам глаз пытается себя увлажнить. Вот таким образом. Так. Вот Рита тоже пишет, что тоже на холоде и ветре прям рыдает, то есть слезы активно, слезы активно отделяются. Если такое происходит даже в момент, когда мы находимся в помещении, то вот здесь как раз-таки нужно задуматься. Возможно, у вас есть какое-то препятствие, да, допустим, если с одной стороны, то тут действительно стоит насторожиться. Если с одной стороны в помещении постоянно слезится один глаз, то, возможно, у вас на пути оттока есть какое-то препятствие. То есть есть стеноз или закупорка слезно-носового канала. И здесь уже без помощи врача и даже какими-то простыми каплями вы не обойдетесь. То есть необходимо это препятствие каким-то образом, да, то есть нужно промыть этот канал и освободить путь оттока. И такой вид лечения можно сделать у нас в клинике. Я могу вам его провести. Так, у Натальи, как правило, в конце дня. Но смотрите, если вы все-таки работаете за компьютером, когда мы работаем за компьютером длительное время, мы меньше совершаем вот таких мигательных движений, меньше моргаем, глаз наш может пересыхать. Сейчас в зимний период активно отапливаются все помещения, в помещениях сухо, и в связи с этим могут появиться вот такие жалобы. То есть это все-таки проявление синдрома сухого глаза. Глаз нужно увлажнять определенными каплями. Так, может ли быть дистрофия, спрашивает Ирина. Дистрофия сетчатки противопоказанием для блефоропластики. Но в любом случае вы будете проходить какие-то определенные обследования перед такой операцией, перед блефоропластикой. Но, как правило, здесь только будет исправляться косметический дефект. И дальше, чем веки, хирург никаких манипуляций проводить не будет. То есть непосредственно будет работать с вашими веками, с передним отрезком глаза. И если эта операция выполняется хирургически, с помощью скальпеля, то тут противопоказаний никаких нет. Так, возможно, еще у вас будут какие-то вопросы. Сейчас мы с вами проведем диагностику зрения. Будет интересно. Можете сейчас пригласить своих близких к экранам, даже детей. То есть первый тест направлен на диагностику возрастного заболевания. и два следующих теста также подходят и для детей. Сейчас я буду включать вам изображение и расскажу, что нужно делать. Так, первый тест. Угу. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, секунду. Сейчас мы настраиваем. Извините за технические неполадки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, уважаемые зрители, сейчас вам необходимо с расстояния 25-30 сантиметров смотреть в центральную точку, большая центральная черная точечка, в течение 20 секунд. Так. Так, пишите, что звука нет. Сейчас напишите, отметьте, пожалуйста, есть ли звук и есть ли все-таки изображение. Нет, это мы выключаем. Мы выключаем, хорошо, все есть. Михаил пишет, что есть. Так, в течение 20 секунд смотрим в центр черной точки. В норме линии должны оставаться ровными, все квадраты также должны оставаться четкими, не должно быть какого-то искажения линии, искажения этих квадратов. Так, все есть. Если вдруг, включая другую картинку, если вдруг вы видите что-то подобное или кто-то из ваших родственников видит что-то подобное, значит, у вас, возможно, есть такая патология, как дистрофия сетчатки. Так, это был первый тест. Следующий тест, включаю следующую картинку, называется такой тест доохромный тест. Он позволяет выявить, есть ли у вас близорукость или дальнозоркость, или нет ни того, ни другого. Проводим ту же самую процедуру, здесь можно немножко экран убрать подальше, на расстоянии 30-40 сантиметров. Также смотрим на картинку. Лучше смотреть как будто бы в центр, да, то есть на линию, на границу между красным и зеленым цветом. Если более четко вы видите символы на зеленом фоне, возможно, у вас есть дальнозоркость, либо возрастная дальнозоркость, пресс-биопия. Если же вы видите символы более четко на красном фоне, то, возможно, у вас есть близорукость. Здесь могут участвовать также дети. Если вы одинаково хорошо и четко видите символы на красном и зеленом фоне, значит, у вас со зрением все хорошо. Следующий тест, следующая картинка, тест на наличие астигматизма. Здесь также можно к экранам пригласить детей. Вашему вниманию представлена вот такая лучистая фигура. Также с расстояния 30 сантиметров смотрите на картинку. Она должна оставаться неизменной. Все линии должны быть четкими и ровными. Круг в центре должен оставаться правильным. Если вы видите, вот здесь смотрим на картинке на вариант B, если вы видите, что одни лучи остались более четкими, другие лучи расширяются и размыты, значит, у вас, возможно, есть такое заболевание, как астигматизм. То есть единой точки фокусировки на сетчатке нет. Надеюсь, все поучаствовали. Возможно, появились у вас еще какие-то вопросы. Можно их также в чате задать. Давайте еще несколько минут уделю вашим вопросам. Может быть, какой-то пропустила. Повторите, продублируйте. Так, Ирина, имею в виду косметический эффект. Ну, здесь как бы противопоказанием дистрофия сетчатки не является. Ну, какая дистрофия сетчатки? Это врожденная, да, то есть, возможно, каких-то явных, выраженных, серьезных нарушений зрения у вас нет. То есть здесь совсем без проблем можно проводить глефоропластику. Так, еще жду ваши вопросы. Так, Ирина, после 30 лет выявили более 20 лет уже. Так, Ирина, выявили, да, вашу дистрофию после 30 лет. И вы уже с ней в течение 20 лет. Ну, здесь просто ее нужно контролировать. В любом случае, хирургическое, после хирургического лечения, ну, как до хирургического, так и после, вам проведут определенные исследования, да, проверят остроту зрения, изменилась ли она или осталась прежней. Я думаю, что каких-то ухудшений не наступит. Так, вопросов нет. Благодарю, очень красивое. Спасибо большое. Ну, может, все-таки еще у кого-то появятся вопросы. У нас на вебинар отведен час, еще 7 минут. Спасибо познавательно. То есть те тесты, которые мы с вами в конце провели, вы их сможете, вебинар, скорее всего, сохранится. Его можно будет посмотреть повторно. Название этих тестов вы можете ввести в интернете, в поисковике. Также выйдут картинки, и вы с помощью этих картинок сможете кому-то из своих близких провести данные тесты. Вот. То есть ориентироваться на те варианты, которые были представлены мной. Я представила, да, варианты не нормы, то есть в каких случаях как изображение может искажаться. И как бы сориентировавшись на это, вы сможете обратиться к врачу и сказать, что я провела такой тест в домашних условиях, и хотелось бы все-таки выяснить, есть ли у меня какая-то проблема, либо у меня все хорошо. Так, Александр спрашивает, объем офтальмологической помощи в нашей клинике. В нашей клинике можно, именно в кабинете офтальмолога, можно провести довольно широкий спектр исследований, начиная от проверки зрения, заканчивая исследованием полей зрения. Также можно оказать неотложную помощь в виде удаления каких-либо инородных тел из глаз. Так, еще пять минуточек. Так, Нина пишет спасибо, Елена, спасибо. Большое спасибо за информацию и тесты. Надеюсь, вам действительно было интересно. Всем большое спасибо за внимание, всем желаю здоровья. В нашей клинике следите за новостями нашей клиники. У нас проходят очень интересные вебинары. Желаю всем здоровья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 А.Кулакова